Это 9 глава и Шмот. И исход 30 глава 11 стиха по 34 главу 35 стих. Вайедебер Адонай эль Маше Леймор. И обратился Бог Маше с такими словами. Китиса, это рож бней Исраэль, ливкудэйхем, вэнатну ишкафэр навшо ля Данай, бифкот атам, вэле эхем, вахем нахэф бифкот атам. Когда будешь производить общий подсчет сынов Израиля, для определения их числа перед подсчетом, пусть каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою, и не будут они поражены мором при их подсчете. Очень интересно. Значит, что евреев всегда, как только начинаешь считать евреев, получается всегда разное количество. И невозможно определить даже в статистику, сколько сейчас евреев живет в Израиле. Когда-то у нас жило в Украине полмиллиона евреев. Значит, полмиллиона евреев жило в Украине. Полмиллиона выехало, да? Сколько осталось евреев в Украине? Когда посчитали, сколько евреев в Украине, по переписи населения оказалось 50 тысяч. Но когда оказалось по количеству раздачи гуманитарной помощи через синагогу, их опять оказалось полмиллиона. Да, поэтому евреев никогда не бывает мало, да? Даже если немного евреев, то кажется, что евреев всегда много. Кагал, да? Итак, сначала здесь говорится о подсчете. И поэтому считать нужно было не людей, а что считать? Шекели. 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 И каждый должен был отдать пол шекеля. Ну, почему же не получилось так, что если бы каждому давали шекель? Тогда бы, наверное, некоторые пришли бы по-давай или по-три раза забрать. И явно было бы тогда не 600 тысяч евреев, а 6 миллионов. Если бы каждый еврей забирал по шекелю, правда? И почему пол шекеля? Вот мы подумаем над этим. Получается выкуп. И говорится, что это выкуп. Это деньги выкупа. Когда будешь производить всеобщий подсчет сыновый Израиль для определения их числа, перед подсчетом их пусть каждый принесет Богу искупительный дар за душу свою и не будут поражены они мором при их подсчете. Вот что дадут они. Каждый проходящий подсчет – половину шекеля. Священного шекеля, которым 20 монет Гера. Половину шекеля – как возношение Богу. Каждый приходящий подсчет от 20 лет и старше принесет возношение Богу. Мы говорили о подсчете первенцев и о подсчете левитов. Помните? И о выкупе кого? Первенцева. Теперь говорится о выкупе каждого из сынов Израиля. Независимо от того, первенцы они, не первенцы, левиты они или не левиты. И что интересно. Богатый не больше, чем бедный. Не меньше половины шекеля должен дать как возношение Богу для искупления ваших душ. И возьми выкуп это серебро из сынов Израиля, отдай его на устройство шатра откровения. А какую деталь шатра откровения делали из серебра? Нижняя часть, вот станина, да, на которой стояли столбы. Нижняя часть, да, она делалась из серебра. То есть, столбы с киньи и у подножия были вот эти серебряные. Да. Серебряный как бы был фундамент, как бы был фундамент с киньи. Мы видим, что было несколько переписей. Первая перепись, когда вышли из Египта, и когда вышли, первая перепись, когда вышли из Эрис Израиля, отправились в Египет. Семейство Яковлона считалось 70 душ. Второй раз они были сосчитаны, когда покидали Египет, и их было 600 тысяч человек. Теперь, через год пребывания, да, первый год пребывания в пустыне, их считали третий раз. Почему же серебро и почему же полшекеля? Написано так, это мэхацит, ха шекель. Мэхацит, это значит половина. Хаца, это делить пополам. Шекель, от слова вес, весить, платить деньги, экзаменовать. И должно было монет, да, 20 монет составлял один шекель. Монета называлась гера. Гера в современном июрите также жвачка. Наверное, жвачка стоит, да, 20 долю шекеля, 5 копеек. По-нашему. Шекель, это примерно чуть, да, ну, около гривны. Около гривны будем считать. В настоящее время. Итак, шекель, это серебряная единица веса. И этими монетами евреи платили ежегодные налоги в храм. В шекеле было 20 гер, то есть монет. Но и богатые, и бедные должны были дать половину шекеля, 10 гер. Это очень была небольшая плата. И поэтому даже бедный человек может ее дать. Можете вы дать 5 копеек? Да? 1 гер, 5 копеек, 10 гер, которые вы давали, это было 50 копеек. Может каждый дать 50 копеек? 50 копеек вместе, 50 копеек составляла шекель. Ну, если я говорю о шекеле, как в Израиле, да, ну, там примерно гривна еще 20 копеек, ну, около, около того, около того. И когда говорится платить, помните, мэшалэм от слова шалом, шалом. И имеет духовный такой смысл, что Иисус заплатил за нас, чтобы мы жили в мире, да, чтобы мы жили в мире. Кэсов от слова косав, стремиться, жаждать, томиться, коса покрывать, кэс, кэсе, помните, это трон или стул, а серебро то, чем платят. Почему же половина шекеля? Видите, шекель еще имеет от слова вес, да, вес, мешкаль, вес, и говорится в книге пророка Даниила, что один был царь, что он был сделан взвешен, да, тэкэл, и каким признан легким, каль, и его царство было отдано персам. Итак, записывайте духовное значение, почему половина шекеля. Первое. Никакие наши дела не сделают нас полноценными, и все мы слишком легки, легковесны и легкомысленны для царства Божьего. Правда? Каль, легкие. Мы даем половину шекеля, недостаточно для нашего спасения, да, это наша жертва, наши усилия, но Новый Завет говорит, что Царство Божие силой берется, и спасение мы получаем вторую половину от кого? От Ешуа Мессии, да. Мы что-то делаем со своей стороны, но без Ешуа Мессии мы всегда будем легкими, и любое все, что мы делали, это только половина того, что дается за наше искупление. Мы никогда не сможем заплатить полностью за свое искупление. Третий духовный смысл. Только жертва двух людей составляла один шекель. То есть, получается, что два человека собирались, да, и брали один шекель. Каждый сам по себе человек неполноценен. Но когда мы вместе и мы помогаем друг другу, да, значит, половина плюс половина, получается Эхад. А также это, возможно, намек на единство Эхад, тело Мессии, из евреев, что и неевреев, да, из двух сделал одно. Из еврея и нееврея получился один шекель. Шекель Эхад. Да. Дальше говорится об изготовлении умывальни. Сделай медный умывальник. Здесь употребляется слово кийор на медном основании для омовения. И будут омывать, там, у вас написано в нем, в нем. Но из него, запомните, евреи никогда не полоскались в чем-то. Если помоется один священник, что делается с водой? Она остается грязной, да? Поэтому из умывальни. Из умывальни. То есть, да, кийор был, это, как сказать, сосуд, да? И брали из этого сосуда, да, и поливали сверху. То есть, вот как евреи делают, да? Евреи делают, берут, даже есть специально с двумя ручками. Для чего? Одну ручку берут грязной рукой, да? А другую ручку берут чистой рукой, которая уже умыта. Вот такой сосуд для омывания называется келех. Отсюда, да, миклахат. Келех по-украински есть такое, да? Да, ну я тоже размышлял, откуда это взято слово келех. Или, может, украинский язык от этого. Потом мне Надя подсказывает, что у нас много было шинкарей. Да, я с ней тоже обсуждаю такие вещи. Много шинкарей было, евреев. И они брали кубок, да, келех. Отсюда и произошло. И видите, мы когда говорили душевая, да? Миклахат. То есть, умывалка. Душевая, умывалка. От слова это келех. Там была проточная вода? Значит, миква шла для омывания, там была только проточная вода, да. Ну, помните, вам показывал этот либер, как было миква в Исееве. Только проточная вода. Да. А когда священник умывался, вот он, он не влазил вот в это море, да? Просто из этого брали определенный сосуд, да, и же из этого сосуда умывали. Поэтому кийор, это был такой умывальник на медном основании, или потом стали его называть море, да? А из него брали сосудом, и этим сосудом уже умывались. И будут омываться из него Аарон и сыновья руки и ноги свои, прежде чем войти в шатер откровения. Омоются они водой, и не умрут. Пусть омывают они руки и ноги, и тогда не будут наказаны. Вот поэтому евреи в знак святости перед тем, как брать хлеб, а хлеб это святое, да, что делают? Омывают руки. И Шуа Мессия также вымыл своим ученикам ноги. А вопрос об омывении рук не стоял, скорее всего. Они мыли так же, как и все. И видите, чистые руки, чистые руки. Это ядаем тагор. Что должен иметь священник? И об этом сказано в Талмуде. Чистые руки, сердце, и что? И голова. Да, помните? Да, Дзержинский. А Дзержинский тоже имел еврейский кровь. И вообще все эти вот коммунисты, они все пытались сделать царство Божие и пользуясь теми же терминами, да? То есть, говорится, интересно такое рассуждение, что должен иметь священник прежде, чем приступить. Вот такой отрывок из Талмуда. Он должен иметь ядаем тагор, чистые руки. То есть, чистые, непорочные. Тагор, видите, от слова ор, свет. И как бы наши руки должны светиться. А наши дела должны быть светом этому миру. То есть, все наши поступки должны быть чистым и совершенным. Дальше мы говорим горячее сердце. Но вот интересно, что в Талмуде написано лев-эш. Буквально огненное пламенное сердце. Потому что горячее на иврите как будет? Хам. И мы не должны иметь лев-хам. Да? Но мы должны иметь вместо сердца пламенный мотор. Как тоже написано в советской песне. Лев-эш. Пламенное сердце. И рож-кар. Обратное состояние от рож-хам. Рож-хам – это горячая голова. И рож-хам – это символ, синоним. Безумный. Пишите. Безумный, да? Безумный, глупый, бестолковный. А также безумствовать, глупо себя вести. Рож-хам. Да? Рож-хам – горячая голова. Да? Ну, когда мы говорим горячая голова, понимаете, это мы просто говорим, это не значит, что у него голова нагрятая. Да? Вы понимаете? Это есть такое выражение. Выражение. Рож-хам. И на иврите означает безумный, бестолковый. Безумствовать, глупо себя вести. И, как помните, кипит наш разум в какой возмущенный. Это как раз то качество, которое присуще некоторым людям. Все вот эти песни, да. Все взято из талуда, да. Итак, огненное сердце, да, должно быть, потому что Божий огонь должен быть в сердце. Но разум наш должен быть каким? Холодным, то есть рассудочным, размышлять. Не должны эмоции превалировать над разумом. Человек с горячим сердцем описан в Торе, как творящий несправедливость и беззаконие. Например, в Торозаконии, 19 глава, 6 стих. Дабы мститель за кровь, в горячности сердца, написано лев я хам. То есть какое сердце у него? Хам, горячее. Да? Не погнался за убийцей и не настиг его. А если у нас не хам сердце, а пламенное, эш, то тогда нашим сердцем все в порядке. Правда? Хорошо. Должно быть определенное место, где происходило это освещение. Сначала они умывали руки, ноги, переодевались в чистые одежды. А дальше шло масло для священного помазания. Возьми лучшие благовонни, чистые миры, ароматные корицы и так далее. И дальше говорится о составных частях и сколько этих составных частей должно быть. Сейчас я не буду на этом останавливаться, чтобы мы сильно долго не застряли на этом. Ну, мешах, видишь, и шемен, шемен масла, да? Шемен мешаха. Масло для чего? Для помазания. Масло для помазания. И мы знаем, что машех, это кто означает? Помазанный, да. Умашахта. И помаш. И помаш. И помаш маслом. Хорошо. Одним из составных частей этого масла было мира. Мира. От слова мар. Мар. Горечь. Также желчь, да? И видите, чем был помазан? Что давали еще, да? Некоторые говорят, уксус с желчью, да? Уксус с мирной. С мирной – это тоже мира. С горечью. Была ли это именно желчь или это было какое-то горькое? То, что мира. Мира использовалась для помазания. И она была горькая. И всю горечь, да? Всю горечь. Видите, с одной стороны елеет для помазания. А с другой стороны миры. Горечь. И Ешуа был помазан не только как царь, да? Но и горечь у него вошла. Чья горечь? Дреховная. Да? Этого грифонного мира. Хорошо. Дальше говорится о благовониях для воскурения. Для воскурения. И имеется определенный состав благовоний, которые должны были точно соответствовать этому составу. И нельзя было ни в коем случае изменять этот состав. И при приготовлении этого курительного состава он должен был быть истолчен. Шахак. Шахак истолочь. И однокоренное слово ведь и сахак. Смеяться, высмеивать. То есть, как бы не высмеивал враг и как бы не высмеял нашу веру, да? Мы должны быть в составе Господа. Курение – это наши молитвы, да? И когда мы истолчены мелко, значит, что надо с нами? Мы не просто должны стоять гордыми, да? Мы должны быть измельченными перед молитвой. Молитва – это не ритуал и не способ создания какого-то блага для себя, да? Молитва – это битва за жизнь и смерть. И поэтому, будучи молитвой, мы как бы истолчены, измельчены. Измельчены. И дальше говорится о призвании строить Божий дом. И появляется интересное имя Бецалель – сын Ури, сын Хура, из колена Ягуды. 31 глава, с начала главы. И наполнил его Бог, что божественным духом, мудростью, разумением, знанием к любому ремеслу. И ткать, и работать золоту, и по серебру, и по меди, и резать камни для вставления в оправе. Можете себе представить? Обычно человек может что-то одно, правда? Ну, это был универсал, просто Ломоносов своего времени. Или Леонардо да Винчи. И он должен был каждого человека научить, да? Назначил также я Агалиава, сына Ахисамаха из колена Дана, чтобы он работал с ним. И в сердце каждого из тех, кто мудр сердцем, вложил я особую свою мудрость, да? И они сделают все, что я приказал тебе. Шатер откровений и кольчат для свидетельства, и крышку, и так далее. Дальше перечисляется, что нужно сделать. Итак, что сделал Бог с Бецалялем? В русском языке веселил, он никого там не веселил. Да, я очень думал, что на ухо доносор, который нагасил на ухо. Помню, мне в детстве что-то дедушка говорил за на ухо доносора. Так я думал, который на ухо доносит. Да. Оказывается, это не так. Итак, смотрите, что сделал Бог? Дал ему призвание. Он призвал. Бецаляль, это означает, что цель тень, да? Бецаляль, бацаль лук, кстати. Бецаляль быть в подсене Господа. Помните? В подсене Господа покоиться. Мы говорили, да? Буквально тот, кто погружет Господа, как подводная лодка, да? Под крыльями Бога будет ночевать. Это какой у нас, 81-й или 80-й псалом? Это 90-й. То есть, 90-й или 91-й псалом, да. Итак, значит, что дал этому бецалялю, который в тени Бога, да? Под сенью Бога находилась. Видите, цель, то же самое, как цель. Цель наша какая? Бог, да? Бецаляль. Призвание. Он был призванным. Он не сам вызвался. Ему, говорят, было 13 лет. Он был бар-митсва. И, несмотря на это, все умел делать. Представляете? Наполнил ее Духом, да? Святым Духом, по современной терминологии. Дальше чем? Мудростью. Разумением. То есть, по современной терминологии, он получил дары Святого Духа, да? Слово мудрости, слово знания. Разум человека может развиваться сам, но, может быть, и сверхъестественное разумение и понимание. А также знанием. Знание может быть естественное, может быть сверхъестественное. Потому что его знания, вы видите, во всех областях искусства были какими? Обычными? Сверхъестественными. Сверхъестественными. И, видите, талант любому ревеслу. То есть, и ткать, и работать по золоту, и по серебру, и резать камни, и по дереву. И заниматься всеми ревеслами. То есть, это удивительно. Так человек способный, даже за всю свою жизнь не может научиться. Но Бецалель был молод. А также Бог не только в него вкладывал, да? Но и в сердце каждого. Кто мудр с сердцем. И так, чтобы Бог в наше сердце вложил, какое надо иметь сердце? Мудрое. А начало мудрости – это что? Страх Божий. Значит, если в нашем сердце есть страх Божий, то тогда Бог может его наполнить всем, чем хочет. И мы видим, что не только они искали откровения Бецалеля, но и сам Бог в них вкладывал, да? То есть, каждого в сердце. Мы не можем себе представить, что Бецалель каждому нарисовал точный размер, да? Но когда каждый делал свою деталь из скини, еврестия не собирали, и все получалось цельное, да? Цельное и гармоничное. Вообще, скиния была построена по типу конструктора Лего. Да, вот конструктор Лего придумали евреи. И, в частности, это воплотилось в скинии. Там не было ничего, не склеивалось, не свинчивалось, никаких гвоздей не было, да? Вот смотрите, были подножки. Вот когда вы собираетесь в какую-то конструкцию, подножки, эти столбы вставлялись в подножки. Сверху эти столбы тоже скреплялись пластинами, да? И таким образом получалась цельная конструкция. Именно как у конструктора Лего. Очень похожая. То есть, Бог сделал все очень разумно. И все работали в команде. Каждый делал свое дело, но получалось все хорошо, да? И это прообраз общины. И община – это не только община пастора, но, прежде всего, община Бога. Кроме еще интересно, что ацель, ацель, если бецалель, да, айн, цади и ламет, ацель означает медленный, ленивый, ленивец. Ацлан, да, ленивец, ленивый человек. Ацланут – это лень. Видите, игра слов. Только перестановка одной буквы. Бецалель, находящаяся в сене, господа, цель, которая является, если добавить одну букву айн, получается бецалель, находящаяся в лени. Так, кто такой бич? Это безинициативный человек. Бич. Безинициативный человек. Ну, и так говорят. 31 главе с 12 стиха. Не зря сразу же говорится об изготовлении скини и о святости субботы. Ты скажи сынам Израиля так, да, 31, 13. Но субботы храните, ибо это знак между мной и вами. Смотрите, но субботы храните. Значит, работайте, делайте скини, но что субботы? Храните. По этой причине хранить субботу означает не делать те дела, которые делали в скини. Значит, скини ткались, чтобы соткать ткань. Нельзя ткань ткать. Там пилили, значит, нельзя пилить, стругали, нельзя стругать и так далее, и так далее. То есть, есть определенные 38 видов работ, сейчас я на них не буду останавливаться, которые нельзя делать в субботу. Напрямую это нигде не сказано, да? От них, от этих видов работ еще производные какие-то определенные есть. Но очень интересно, важно, о важности субботы. Видите, суббота – это знак завета между Богом и Израилем. Видите, шесть дней будет делаться работа, а в сегодня день – день покоя, святыня для Бога. Каждый, кто делает работу в день субботний, будет предан смерти. Когда говорится о работе, говорится о работе Меллаха. И будут хранить субботу Сыны Израиля, отделяя день субботний во всех поколениях. И это какой? Вечный, вечный знак, да? Суббота – вечный знак этого союза. Это не сказано, что суббота будет до жертвы Ишио Мессии, или суббота до определенного времени. Вот когда времени не будет, тогда и субботы не будет. Правда? Пока солнце восходит и заходит, пока не измерено небо до самого большого расстояния, пока не измерена земля, никто не залез до центра земли, то что будет? Будут сохраняться субботы. Поэтому нет никакого смысла в отмене субботы. То, что сделала христианская церковь, это было сделано из определенных политических соображений. Я не говорю сейчас, чтобы вы все бегали и кричали, что надо срочно воскресенье переводить в субботу. Да, празднуйте воскресенье, как день Ишио Мессии, но суббота есть суббота. И суббота – это, мы видим, что вечный знак, да, вечный знак, знамение, завета между Богом и Израилем, так же, как и обрезание. Суббота – это освящение времени. Бог осветил, то есть отделил это время. Это памятник Божьей любви. И Бог действительно создал себе неракотворный памятник. Евреи являются народом, отделенным для служения Господу. И поэтому каждый, кто хотел уничтожить еврею, прежде всего стремился уничтожить шаббат и еврейские праздники. И мы должны что сделать? Хранить. Слово «хшамар» означает хоронить, охранять, соблюдать, сохранять, сторожить, а также быть осторожным, стеречься, беречься и поклоняться. А еще говорится «халель», да? Это есть «халель» – слава, а есть «хулаль», то есть сторожить от осквернения. Да, «хшамар», а «хулаль» – осквернение. И это быть нечистым, да, нечистым, да, осквернять, поражать, прокалывать. Видите, и интересно, что играть на свиреле. Вот у Захария, у Захария, да, мы, будучи грешниками, оскверняли жертву. И Ешуа мы пронзили, мы пронзили. И пронзенный, да, пронзенный – это Ешуа Мессия. Интересно, что во время, да, Суккота, когда происходил вот этот шминьяцерет, шествие там, специально строилось суккатом, все. Эти вещи, вот, был один пронзенный, пронзенный, а шминьяцерет – это был праздник для кого? Для всех народов, да? И все посмотрят, которого пронзили. Пронзенный – это тот, кто играл на свиреле. На свиреле. Посмотрят на играющего свиреле, да, и посмотрят на кого, которого пронзили. Тут, получается, игра слов, но получается очень интересно, что это напоминание на Ешуа, да, напоминание о Ешуа. И мы говорим, что суббота – это вечный знак союза между сынами Израиля и Господом. Есть такое выражение, что не все евреи хранили субботу, но суббота что? Хранили еврея. Запомните, к вам будут приезжать учителя и будут тоже говорить об этом. Причем каждый раз они говорят немножко другими словами как-то. Евреи не соблюдали субботу, но суббота хранили евреи. Или там еще другими словами, может, скажут. Или не евреи соблюдали. И так далее. Хорошо. Хорошо. Видите, когда были завершены дела на этой земле, Бог Шаббат прекратил. Он не просто устал, да, но Он прекратил. Он прекратил. И поэтому, как Бог прекратил свое творение, поэтому в субботу обычно прекращается творческая работа. То есть, мы можем накрыть стол, да, мы можем убрать, если что-то у нас нужно убрать. Но только нельзя нам выносить на улицу вещи или переносить из одного места в другое, если это место не огорожено. Поэтому евреи обычно огораживают какую-то часть территории, да, и получается, как бы, общий двор для всех евреев. Общий двор для всех евреев. И мы знаем, что в Библии нет ни одного указания о замене субботы на воскресенье. И если говорят, я был в день воскресный, в откровении, там можете точно исправить, там неправильно написано. День Господень, да. День Господень, это может быть, пониматься в двух смыслях. Я был в Духе в День Господне, то есть, я был в Духе в субботу. А может быть, я был в Духе, и Дух меня перенес в День Господень. Потому что Йома Данай, когда говорится о последних днях, да, и это последний день, потому он видел всю, как говорится, историю человечества до последних дней. Хорошо, Данил тоже самое видел, да, но не все вещи Данилу были сказаны, чтобы он записывал. И не все вещи были сказаны кому? И Анну, чтобы он записывал. И некоторые вещи откроются нам в особенности, в особенности последнее время, да. Шесть дней работы, да. Ават, это означает работать, трудиться, возделывать, обрабатывать, служить, быть рабом, покоряться, принуждать, быть принуждаемым, быть используемым для работы. Отсюда третий аспект, чего мы не должны делать. Мы не должны делать работу, какую? Ну, ради зарплаты, да, по принуждению и так далее. И так, получается, три аспекта. Что мы не должны делать? Значит, мы не должны делать 38 видов работ, которые упоминаются в Скинии, да, правильно? Второе. Мы не должны творческую работу, Меллаха, потому что Бог прекратил творить, да. И третье. Мы не должны делать работу для наживы, для собственного, так сказать, да, для своей, так сказать, зарплаты и так далее. Ну, если эта работа является твоим хобби, то ты можешь ее делать, да, человек, который занимается хобби, называется хоббитом, как вы знаете. Так что, да, если вы садовник, конечно, вы не должны работать с садом. Но если у вас есть сад, и вы хотите полить или там полюбоваться цветочками на здоровье, да, пожалуйста, ездите на дачу. Да, то есть есть определенная дама. И когда говорится всякие дела, то употребляется Меллаха, Меллаха, связанная с творческой работой. Ну, еще раз говорю, если эта работа необходима для вашей жизни или вас уволят с работы, то что вы должны кричать, я субботу буду соблюдать, нет? Вы должны работать, но стараться по возможности, да. Да, вот у моей жены сейчас она работает, она занята больше времени сейчас, поэтому получается, что она в субботу не может приходить. Ну, что же она работает? Ну, она говорит, что она не еврейка, ладно. Будем считать, что так. Хотя ее мама кашировала мясо, и Надя меня учила кашировать мясо. Хорошо. Хорошо. И сказано, что это знак на веки. Знак веки в роды. Там слово «дор» означает род, поколение, жилище и место обитания. То это можно сказать в поколениях ваших или в жилищах ваших. И так, и так. Правильный перевод. Исход 31.13, да. Это значение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. То есть, роды здесь можно перевести и как в ваших поколениях, и как в ваших жилищах. Хорошо. И соблюдайте субботу, исход 31.14, ибо она свята. Кто свернет ее, да будет предан смерти. Кто станет вону и делает дело, то душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают, да. Дела седьмой. Суббота покоя, посвященная Господу. Кому мы должны посвящиться? Господу. Да, исход 35.3 говорит, не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботу. Но это не говорится, что нельзя сидеть, вот некоторые караимы, да, сидели в холоде и не зажигали. Ну, не знаю, не надо сидеть в темноте или в холоде. Просто мы знаем, что в те времена, в Синайской пустыне было жарко, и огонь использовался не для отопления, а для приготовления пищи и для освещения рабочего места или для производства. Обжиг горшков, кирпичей, ковка металла и так далее. То есть нельзя зажигать огня. Хорошо, а если идет плавка металла, и там мартеновская печь, горит огонь, все нужно гасить там, где производство, да, там производство, безусловно, должно продолжаться. Но иначе, если загасишь такую печку, потом металл скомкуется, и ты с ним уже ничего не сможешь сделать, безусловно. Поэтому есть, вы понимаете, разумное понимание субботы, да, а есть неразумное понимание субботы. И мы должны иметь понимание субботнее. И еще субботу нельзя торговать, торговать. И вот интересно, что слово торговля, да, вот, да, от торговли, от торговли, от торговли, языки 28, дробь 16, от торговли, значит, произошло то, что было низвергнут от обширности торговли своей, да. Значит, употреблено слово релахла, релахла, то есть торговля. И пророки говорят, что нельзя торговать, да, нельзя носить через какие-то ворота, да, поэтому евреи говорят, что нужно, можно переносить, но только где, в пределах огороженной территории. Пределы огороженной территории. Пророк Исайя 58, 13 говорит, «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоей в святой день мой, и будешь называть субботу отрадой, святым днем Господним, честующую, и подчаешь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Значит, что нельзя в субботу? Заниматься прихотями, да, и пустословить. Заниматься прихотями и пустословить. И будешь называть отрадой своего сердца употреблено слово «онек». «Онек» – это есть такое выражение «онек» – шаббат, субботнее наслаждение. А русское слово соответствует с этим корнем какое? «Онек» – «онежское озеро», да? «Нега» – «нежица», да? В субботу нельзя пустословить, да? Ну, можно что? «Онек» – «нежица». Быть нежным, да. Быть нежным. Это отрада, радость, наслаждение. А также «чествовать». Чествовать, выдавать честь Богу. В оригинале употреблено слово «кавод». Кавод, помните, означает «слава», «почтение», да? Быть тяжелым. Быть тяжелым. Но также есть и отрицательное значение слова «кавод». Умножаться и хвастаться. Но есть, правда, одна заповедь. Хвалиться, и тоже там употреблено слово «кавод» – «господом». Хвалиться Господом. Также священники в храме занимались делами, запрещенными другим людям. Они зажигали огонь, убивали животных, снимали с них шкуры, да? Вот, бить животных и убивать запрещено в субботу. Поэтому, если мне надо с котами своими провести воспитательную работу, я стараюсь это делать в другие дни недели. Да, видели моих котов? Все черные. Все черные. Один чернее другого. Чернее, чем само черное там. Хорошо. Итак, священники, они что, получается, с них? Они освобождены, да? Но не освобождены просто так ради самих себя. Если им нужно было зарезать для своей колбасы, они не резали там животное, да? Но для служения Богу они могли исполнять те работы, которые обычно в субботу что? Запрещены. Некоторые говорят, мы царственное священство, поэтому мы можем в субботу все делать. Но это, опять-таки, жонглирование словами, да? То есть, священники, они не все, что хотели, делали, а все, что касается храма, да? Дальше, еще нужно интересно. Значит, мы не должны угождать себе своим прихотям, но должны угождать Богу. И там появлено слово маце, помните? А маце лехи минга арец. Маце, маца, это мем, цади, альф, альф, мем, цади, альф. Значит, означает достигать, доставать, быть достаточным, удовлетворять, находить. Да, помните, га, маце лехи минга арец. И мы не должны делать для себя прихоть. Прихоть. Употребно хэпец. Хэпец. Хэпец, хэпец, да. Хэпец не надо делать, пять минут осталось, да. А также пустословить. Употреблено слово давар, то есть говорить, говорить пустое. Иеремия 17, 21 говорит. Берегите души ваши и не носите нож, да, в день субботних. Употреблено слово маца. Да, значит, мем, син, альф. Отсого маце, да, маца в данном случае. Ну, он переходит по м. Русское слово носить, да. Носить. Нельзя носить. Ноша, бремя, тяжесть. Но также переводится обиды и огорчения. И тревоги. И, значит, мы не должны носить тяжести в физическом смысле, да. И что мы не должны в субботу? Да, тревоги различные. И огорчения, и обиды иметь. Да, вот эти. Да, 38, здесь у меня 39 видов работ. Ну, там еще один вид работ, получается, дополнительный. Хорошо, вы можете посмотреть эти виды работ. Вот, остается субботы. И дальше говорится о грехе. Итак, первая глава, 17 стих. И дал он маше после разговора с ним, то есть Господь, да, на горе Синай, две скрижали свидетельства, две каменных доски. Лухот, хабрит, да. Лох – это доска. Две каменных доски, исписанные, да, в верстовстве сильного. Написано иногда, некоторые считают, что с двух сторон написаны были. И увидел этот народ, что все еще нет маше, потому что перед словом народ стоит артикль. Этот народ, значит, вот этот самый народ, а не какой-то другой, что все еще нет маше, которому пора спустились с горы. И насели на Аарона, и потребовали. Как там у вас в русской Библии? Да, они буквально сели ему на голову. Насели на Аарона, и потребовали. Давай, сделай всесильных вождей, которые пойдут перед нами. Можно сказать, сделай Бога, но здесь интересно, что они не отрицали Бога, но им нужен кто был? Видимый вождь. Видимый вождь, кто для них был? Маше. Поэтому они хотели сделать в видимого вождя. В видимого вождя, и почему же не говорилось, что этим может быть Аарон, мы потом будем рассуждать. Которые пойдут перед нами. Потому что человек этот, да, этот человек, Маше, который вывел нас из страны Египта, не знаем, что стало с ним. Вот он вывел нас. Оказывается, не Бог вывел, а кто? Маше вывел. Маше нету, значит, нам нужен кто-то другой, кто будет нас вести дальше. Еще раз говорю, открытого бунта против Бога вроде как бы и не было. Но, с другой стороны, естественно, это было и дало поклонство. И сказал мне Аарон, снимите золотые кольца с ушей ваших, жен, сыновей и дочерей, и принесите мне. Сорвал весь золотые кольца со своих ушей. Видите, с ушей жен, сыновей и дочерей. Но у мужчин, видимо, тоже были кольца, да? И когда Аарон сказал, жен, сыновей и дочерей, они сняли, как, со своих ушей. Если у них не надо, если нет, каждое слово, оно имеет определенный смысл, да? Весь народ сорвал со своих ушей, и сыновей и дочерей принесите мне. И сорвал народ золотые кольца со своих ушей, и принесли Аарону. И взял, из рук их, и обрабатывал лесом, и сделал литовый кольца. Там сказали, как будто он сам вышел из огня. И восклинили они, вот, твое могущественное Израиль, которое вывело тебя из страны египетской. Слово божество даже нет. Твое могущественное Израиль. И увидел Аарон, и построил жертвенник перед ним, и сказал, завтра празднество в честь Бога. Завтра празднество в честь кого? В честь Бога. Не в честь Тельца, а празднество в честь Бога. То есть, если говорить про Аарона, то он все еще надеялся, что были празднество в честь Бога, а не в честь Золотого Тельца. И встали они на завтра пораньше, и вознесли жертвуясь и сожжение, и были дружи с жертву при дашении. Уселся народ есть и пить, и поднялся забавляться. Когда слово забавляться, получается, что похоже на оргию, которые происходили в честь богов. Это там, или типа Дионисия, помните? происходили вот такие орги. Интересно, что когда сказано, что Машир держался, употреблено слово башеш, но так как нет шеш, нету огласовок, может быть башеш. То есть, в шесть часов дня увидел народ, что нет Моисея. Да? Видите, интересно, в шесть часов дня это сколько получается? Это полдень, да? Это полдень, потому что в те времена, да, день начинался в шесть часов утра, да, в шесть часов дня, это был полдень, да, в двенадцать часов это уже был вечер, по-нашему это было шесть часов вечера, а потом наступали двенадцать ночных часов. Итак, это было в полдень. Это было в полдень. Интересно, что именно в это время в фронте была тьма с какого часа? Шестого до часа девятого, да? это время, когда Ишуа был распят. Тоже в полдень. Хорошо, и они стали возглашать, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Египетской. Первоначально они не хотели сделать Бога, да? Они хотели сделать видимый символ того, кто выводил из земли Египетской. И вот интересно, что сделай нам того, кто шел бы перед нами. Шмейль Магилевер, один из выдающихся равенов девятнадцатого века, говорит так, положим, Моисей действительно слишком оставался на горе Синай, и сыны Израиля нуждались в новом лидере. Почему, спрашивает Рав Шмейль Магилевер, они требуют от Аарона сделать им такого лидера, почему не попросят самого Аарона занять место брата. Помните, человек Маше у нас выявил, пусть человек Аарон станет вместо человека Маше. Логичнее? Но, видите, как интересно, разве Аарон не был очевидным и бесспорным кандидатом на свободившийся паст? Все же народ предпочел золотого тельца, и это показывает, что люди всегда ищут какой-нибудь со стороны. Лучше какой-то символ или бессмысленное извояние, чем кто-то из своих, пусть это даже такой лидер, как и прославленный первосвященник. И точно такая же психология заключает свою мысль Рав Магилевер, характерна в наши дни для многих организаций и учреждений, гоняющихся за заезжим лектором или иностранным специалистом и игнорирующих свои собственные местные таланты. И Маше вдруг слышит от Бога «Иди вниз, ибо развратился этот народ, который вывел ты из страны что? Египетская». Интересно, Бог вывел, да? Но теперь этот народ уже перестал быть Божьим народом. Он стал тем народом, который вывел Маше из страны Египетской. Помните заповеди, и эти заповеди были на скрижелях, «Не делай себе никакого изваяния, и пусть не будет у тебя других богов». Поэтому Митраж говорит, что Всевышний одобрил Маше и сказал так, «Хвала тебе, что разбил ты из скрижали». Почему? Потому что в противном случае у Бога не было бы другого выхода, и он что должен был сделать? Уничтожить народ Израиля. Но так как Маше разбил эти скрижали, то получилось, что договор как бы не был ратифицирован. И поэтому Бог дал какую-то отсрочку. И видите, требовали, сделай нам всесильных вождей, которые пойдут перед нами. Раньше был посредником Маше, теперь они стали искать других посредников. Ну, та же самая ситуация и в христианстве. Мы знаем, что единственный посредник между Богом и Человеком еще Мессия, да? Если говорится в Новом Завете человек Иисус Христос, мы понимаем, что здесь не говорится, что Иисус Христос только человек, да? Но именно его человеческая сущность и позволяет быть тем посредником. между Богом и Человеком. И тут же точно так же они говорят, это Человек Маше, который вывел нас. И Маше говорил сначала золотые кольца с ушей ваших жен, сыновей и дочерей. То есть примести именно это золото, почему-то не золото, хранимое людьми в своих каких-то загасниках, да? Но он знал, насколько дорожат женщины и дети своими украшениями. Однако весь народ и просто собрал, он сорвал со своих ушей. То есть это сделал очень быстро, да? И сорвал буквально. Такой вот энтузиазм был у них прям вплоть до сумасшествия. И взял он все это из рук их и обработал резцом и сделал ледом тельца. Кажется, сначала наоборот должно быть. Надо вылить, а потом обработать резцом. Правда? здесь процедура получается с точностью до наоборот. Поэтому Медраж рассказывает, что Аарон бросил в огонь золото, чтобы расплавить золотые украшения, принесенные для изготовления идола. но в результате как бы телец излился сам. И вот это такое вот именно нарушение порядка, да, вот это показывало, что изображение это получалось ненормальным путем, неестественным. Правда? Сначала вот представьте у вас куча украшений. Что вы с ними будете делать резцом? Да? Логично отлить, а потом обработать резцом. Но почему-то здесь сказано, что обработал резцом, а потом отлил. То есть это показано ненормальный сверхъестественный порядок, который происходил. И дальше сказано, вот божество твое, буквально божества твои. И увидел Аарон и построил жертвенник перед ним и объявил Аарон завтра празднество в честь Бога. То есть еще на одни сутки было отсрочено. А что же спускался? Видите, как интересно получается. И народ стал петь, есть и веселиться. Так ваше не было шесть часов, а потом что еще? Да. И еще сутки. И получил маше сообщение, что этот народ начал поклоняться идолу. поэтому слово там как у нас есть пить веселиться, это в действительности там поклоняться идолу, а также предаваться разврату и даже говорят проливать кровь. Во время экстаза они резали ножами, знаете, как это делают некоторые мусульманские дырщи и так далее. То есть вот такое происходило очень жестокое и нехорошее такое происшествие, да? Поэтому пришлось этих людей уничтожить. Значит, растлился, растлился, извратился твой народ. И правда это похоже на то, что говорил Господь во время потопа. Да? Происходилось это же со святым народом, который был избран Богом. И это очень интересно. И когда говорится о народе, упоминается жестоковыны, жестоковыны это два слова. Ка-ше, ка-ше, а-реф. Ка-ше тяжелый, трудный, суровый, жесткий, грубый, а-реф шея, вывы, а также затылок. То есть буквально люди с крепким затылком. Вот так. У нас есть выражение твердолобовый, но вы знаете, что евреи не вперед, а назад смотрят. Поэтому люди с крепким затылком. Вниз затылок спереди, а лоб сзади. У евреев в отличие от всех здравоохранных народов. 32, 10. А теперь оставь меня, воспылает мой гнев на них, и уничтожи я их. От тебя произведу великий народ. От тебя произведу великий народ. И стал умолять Маше Бога Всесильного своего, видите, своего не Бога народа, своего, и сказал, зачем, Боже, гневаться тебе на народ свой, который ты вывел из страны египетской, мощью своей великой и длани могучей. Зачем допускать, чтобы египтяне, говорили, на беду он их вывел, чтобы убить их в горах и стереть их с лица земли. Отступись от гнева твоего и передумай, не губи народ свой. Вспомни Авраама, Исхака, Якова, рабов твоих, которые ты поклялся самими собой и говорил им, умножу потомство ваше, сделаю его многочисленным подобным звездным небесным и всю ту страну, о которой я говорил, отдам вашим потомкам и будут они владеть ею навечно. И передумал Бог. Передумал, помните, так же, как и говорится о потопе, да, Бог не как-то раскаялся, да, что создал человека, а передумал, изменил свое мнение. Решение делать того зла, который угрожал народу. Вот смотрите, интересно, что Маше, да, Маше ходатайствует за народ. Он говорит, пусть лучше я, да, погибну, но весь народ будет спасен. Так же Павел говорит, правда? Да. То есть, вот это удивительно. Маше, Моисей, хорошо бы, как сказать, вот ты, Моисей, и из тебя я произведу великий народ. Это человек, который абсолютно не заботился о себе, да, не думал о себе, о своем величии, о своей славе или чем-либо. И он упоминает единственное, на что он мог опереться, да. Он никаким образом не оправдывал этот народ. Помните, что когда вот перед Богом нельзя оправдываться? Ну, знаешь, Господь, я вот, конечно, согрешил, но вот у меня были такие вот оправдательные вещи. Ну, вот получилось так. Нет, он говорит, только единственное, вспомни Авраама, Исхака, Иакова. Вспомни свое обещание, правда? Которое ты давал им. И когда мы уповаем на жертву Ишуа, Мессию, помните, в Роша-Шана считается Акедат-Исхак, да, связывание Исхака. И евреи, когда читают свои молитвы утренние, они говорят, что именно мы ничего, мы ничто перед тобой, Господи, да, и вся наша праведность ничего не стоит перед тобой. Но вспомни Исхака, сына Авраама, да, который лежал на жертвеннике. И для нас это кровь Ишуа, и Мессия. Это единственный мотив нашего оправдания. Больше мотива для нашего оправдания нет. Хорошо. Итак, следствие греха. Вроде бы, они были прощены, правда, три тысячи человек убили, да, вот, но что произошло? Были определенные последствия. И когда говорится, что Бог прощает тебя, да, это не значит, что ты не будешь никогда после этого никаких проблем иметь. грех оставляет независимо от Божьего прощения определенные последствия в этой жизни. И поэтому, какие были последствия? Прежде всего, перемена священства. Если можем смотреть первоначальный план, тикун алям, то есть исправление мира, должно быть работать по следующей схеме. Первое. Призыв евреев в утверждении Господи. Потом, влияние евреев на народы, на Гаим, чтобы привести их к познанию истины Торы. Потом, приход Машеха, искупление всех народов и наступление Мессианской эры. Но, вместо этого, священниками кто стали? Левиты. И уже не весь народ Израиля влиял, но левиты влияли и на народ Израиля, и на другие народы. И поэтому здесь уже будет проблема Машеха, не просто который приходит в славе среди своего народа Израиля, а уже проблема какого Машеха? Который искупает грехи и кого? Прежде всего народа, да? А потом Израиля. То есть, если бы не было греха золотого тельца, то Машех пришел сразу как царствующий. Но из-за этого понадобилось искупление, потому что первосвященник должен был искупать какие грехи? Израиля, да? Сначала свои жертвы приносить, потом за грехи Израиля, а потом за грехи всего мира. Вы помните, за грехи своего мира и за искупление всего мира, когда приносилась жертва, какой праздник? Суккот. Суккот. И это останется после да. И после восстановления Израиля, после Икуда, да, Ишия. Это именно остается до конца, как говорится, мира. Хорошо. То есть, если бы не это, не пришлось бы Ишуа Мессии страдать. И он бы пришел как царствующий среди царствующего дома Израиля через царство священников. Правда? Но царство священников не получилось. И поэтому функции царственного священника было перенесено только для одной определенной категории людей. Запомните, это очень для нас важно. Второе. Если до этого Бог находился непосредственно в присутствии Израиля, и не было ничего, что отделяло Бога, правда? То теперь Израиль уже оказался не настолько свят, чтобы Бог был среди Израиля. И надо было отделить Бога от Израиля. И нужно было построить скинье. Итак, отделение Бога от Израиля, это было желание Бога? Это было необходимостью, правда? Это было необходимостью. Для чего? Для того, чтобы Израиль не был поражен. Потому что каждый недостаточно святой, приближающийся к Богу Израилю, он что получает? Поражение. И мы говорили, что если говорить даже о Новом Завете, то мы говорим о положении искупления и святости, да? Но можете поверить, что если бы Иешуа в своем величии пришел в нашу церковь, было бы очень много трупов. Хотя мы все святые и искупленные. Вот поэтому что нужно страхом и трепетом осуществлять? А то некоторые думают я покаялся и сегодня мне уже прям святой и святых можно идти. Это серьезно. Это серьезно. Два священника, да? Смотрите, они были освящены, они были помазаны, в тот же день они пошли и что-то с ними случилось. Загорели на работе, да? То есть это серьезно. Это серьезно. Бог отделил себя, да? Отделил себя. И Бог ответил Маше 32-33 стих Того, кто согрешил передо мной, сотру я из книги моей. А теперь иди, веди этот народ туда, куда я указал тебе. Вот ангел мой пойдет перед тобою. Тот день, когда я пожелаю вспомнить, припомни я им этот грех. Вы помните, в момент переправы через Красное море, да? Слава Божия была, Господь да? И ангел Божий, который стоял между египтянами и между евреями. Теперь Бог убирал себя, убирал свою славу, и кто так оставался? Ангел Божий, да? И тогда что говорит Маше? Вот пошлю я перед тобой ангела, прогоню Казреева и так далее, Эмареев, и услышал народ эту дурную весть. 33 дроп 3, потому что ты непреклонный народ, как бы я не уничтожил тебя по дороге. И услышал народ эту дурную весть, и погрузились люди в скорбь, и никто более не надевал своих украшений. Скажите, для вас бы, если бы вам сказали, что сейчас ангел Божий лично пойдет перед Валентином Ивановичем и поведет нашу церковь, это была бы хорошая весть или плохая? Но когда шахина Божия и сам отец был и ангел Божий шли, а теперь оставался один ангел Божий, да? И для евреев это было такое расстройство, что они впали траур. Видите, никто не надевал своих украшений. Украшения Ади Айн Далит Юд Значит, украшенство, убранство, убор, наряд. А также интересно, что рот и челюсти. Рот и челюсти, потому что рот ртом мы что делаем? Свидетельствуем. И тот же корень Эд Свидетель, да? То же самое Айн Далит только Юд нет. Видите, Ади украшения, а также благородный, да? Вот Атила, он не Атила, он был Адиль или Адиль, да? Вот это А, так как оборотно в казахском языке. Отсюда Итиль река Волга название, он какой был благородный. Адольф, кстати, означает благородный волк, да? Имя Адольф. Вольф это немецкое, и часто у евреев встречается такое имя Вольф, да? Адольф благородный волк. Эд означает свидетель, Эда это еврейская община, свидетели, да? Идут свидетельства. И вот смотрите, что они делали. Никто не надевал своих украшений, можно еще перевести так. Их уста оказались закрытыми. Их уста оказались закрытыми для чего? Для хвалы Богу и свидетельства. То есть, если мы согрешаем, что делается с нашими устами? Они закрываются для хвалы и свидетельства. 33 глава, 12 стих. Моше говорит Богу прям такие вот очень даже юридические вещи, да? Правда? Смотри, ты говоришь мне. Интересно, Богу. Смотри. Да, это хуспа, страшная хуспа. Понимаете, есть наглость, есть сверхнаглость, есть суперсверхнаглость, есть хуспа. И это на русский язык переводится. Да. Смотри, ты говоришь мне, веди этот народ, но не извесил ты меня от ком, кто будет тот, кто поведет, кого ты пошлешь со мной. А ты мне, между прочим, сказал, я знаю тебя, да, я знаю тебя, знаю твое имя и снискал ты приязнь мою. А теперь, если я обрел милость в Господа, научи меня своими путями, тебе я узнаю, дабы навсегда обрести благоволение в глазах твоих. И смотри, опять, смотри, эти люди, это твой народ. И ответил тогда ему Бог, пойду я сам, и ты будешь умиротворен. Сравнивать с вашим переводом, там немножко другие акценты, да? Заметили? Да. И ты будешь умиротворен. И сказал ему Маше, если сам ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Да? Очень интересно. И в чем же проявится милость, которую я обрел у тебя? Я и народ твой, если не то, что ты сам пойдешь с нами и выделимся мы, я и народ твой, и всех народов земли. Очень интересно. Ты сказал, что я знаю тебя, или я знаю тебя по имени, может быть, это перевести как, я знаю тебя с тех пор, как тебе дали имя, то есть, когда ты был еще младенцем. Но вообще, вы знаете, это очень важно, когда Бог знает по имени. Имя – это что? Это сущность человека. Значит, я знаю тебя, суть твою, глубину твою, даже нечто сокровенное, потому что каждый из нас имеет несколько имен. Есть имя, которое ему дают отец и мать, да? Имя, которое дает еврейская община, имя, как говорят, прозвище, которое тут, ну, у меня разные были прозвища, профессор, одни студенты меня называли Кот Баюн. Хочется вам спать на моих лекциях? Нет? Ну, значит, я уже исправился с того времени. Хорошо, почему-то многие меня в упор Валентином кличут, и мой сосед тоже называют меня Валентином. Я его не разочарую, ладно. Если ему так нравится, хотя бы его Валерий, да? Видите, каждое имя, оно имеет какую-то определенную сущность, определенный смысл. И другое имя, оно отличается. У каждого человека должно быть свое имя. И есть еще особое имя, которое будет дано каждому из нас, да? И это имя знает только Бог. Ну, в откровении так, по крайней мере, пишется. И я нашел приговорение в глазах в их, это такое выражение, которое вы все знаете, Мацахен Байнаем. Мацахен Байнаем. И так говорится о женщине, которую полюбит, да, если какая-то женщина гьет благоволение в глаза твоих. Если ты разлюбишь женщину, то она не находит благоволение, да? Только не просто значит, благоволение находит в глазах, это означает, что ты полюбил меня, ты полюбил меня, да? Ты отличил меня от всех других народов. Хорошо, или ты очень понравился, вот идиома, я полюбил тебя, или ты мне очень понравился. То есть это говорит о близких интимных отношениях Маше и Бога. И поэтому Маше говорит, если я обрел милость в твоих глаз, то есть ты полюбил меня, да, то дай мне познать твои пути. Очень интересно, дай мне познать твои пути. Помните, раб не знает, что делает господин, но еще говорит, я назвал вас друзьями, я вас избрал, да, и я вас поставил, чтобы вы приносили плод, и плод ваш пребывал, дабы чего не попросите у отца во имя мое, он дал вам Иоанна 15 глава 15-16. Итак, что мне надо знать? Пути Бога, да, пути Бога. И я буду знать тебя. Я буду знать тебя, говорит Маше к Богу. То есть, я хочу знать тебя, да, а что значит здесь слово да, да, я да, я да. То же самое, как говорит, познал жену свою, да, то есть, это какие близкие отношения, когда двое становятся эхат. И, значит, Маше хочет иметь такие отношения с Господом, чтобы он был с ним, что? Эхат, да. И чтобы обрести милость в глазах твоих, но ведь Маше уже обрел милость, да, то здесь говорится о более высоком уровне отношений. И описанные три просьбы, они касаются отношений Маше и Бога. А затем говорится об отношении Бога и Израиля. Скажите, пока Маше не приобрел такие отношения с Богом, мог он хадатайствовать за Израиль? Ну, эффективно не мог, правда? Мы все можем просить, и из всех можем хадатайствовать, но прежде, чем хадатайствовать за других, мы должны установить свои отношения с Богом. Иначе наше хадатайство, ну, это будет не больше, чем любая молитва любого человека с улицы. Ну, что, вы когда не были верующими, вы не молились? все молились, правда? Да. И Бог слышал и отвечал эти молитвы. Но когда мы волимся по воле Божьей, когда мы имеем интимное отношение с Богом, и знаем пути его, то наша молитва тогда будет наиболее эффективна, правда? Поэтому после того, как он молится о восстановлении отношений с Богом, Маше переходит уже к Израилю. И смотри, ведь это твой народ, пленя это. Да? Вот. И что говорит тогда Бог? Я пойду, и в русской Библии, по-моему, удоволью тебя, или пойду и введу тебя в покой. То есть, еврейское слово здесь употреблено, но, отдыхать, помните, покоиться, почивать, и, значит, успокаивать, давать покой, делать спокойным, класть, положить, опускать, оставлять. И дальше Бог говорит, пойду я сам. Анкеловс, комментатор Библии еврейской, переводит моя шахина, то есть, явное раскрытие божественного присутствия, и ты будешь умиротверен. И ты войдешь куда? Но. в ног, Покой, умиротворен, в ног. Хорошо, но Моисею этого мало. Итак, три просьбы, личные, да, четвертая просьба, за народ, и дальше он выдвигает пятую просьбу. Если ты сам не пойдешь с нами, то не выводи нас отсюда. Итак, ангел господин, то есть, Ишуа, должен был идти с этим народом. Дальше Бог говорит, что, если как по комментарии санчина, я пошлю шахину свою. Итак, второе лицо тоже пойдет с Богом, с народом, да? Но, Моше говорит, ты сам. Итак, кто должен был идти с народом Израиля? Отец, Сын и Дух Святой. Если мы лисианские евреи, мы можем так понимать эту просьбу Моше. И поэтому Моше говорит, что, если ты там не пойдешь, то и не выводи нас отсюда. Такое крутое довольно заявление. Вообще, конечно, только Моше так мог говорить. Господь соглашается и на это. И тогда Моше выдвигает шестой аргумент, находится в шестнадцатой стихе этой главы. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Как не потому, что ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. Так сказано в каноническом Библии. Или выделимся мы, я и народ твой из всех народов земли. И слово выделимся, выделимся, здесь употреблено Пеле. Пеле. Помните, был такой футболист чудесный. Чудесный, да, это еврейское имя, чудный или чудесный. и Пеле, это одно из имен, вы помните, Машеха, да, итак, ты, Бог, чудный, и народ мы, какой будем чудный, такой, иметь природу, как ты, Господь. И дальше, седьмое требование, Маше, 18 стих 33 главы, пожалуйста, открой мне славу свою, здесь употреблено слово кавод, иногда бывает слово тифара, слава, или другие, синонимы, но здесь слово кавод, кавод, мы помните, знаем, это тяжесть, вес, также имущество, богатство, слава, величие, великолепие, честь и хвала. И дальше очень интересный отрывок, который традиционно читается евреями на Рожа-Шана и Йом-Кипур, и этот отрывок называется 13 атрибутов божественного милосердия. Вы знаете, что слово число 13, это плохое или хорошее? Очень хорошее. Не просто хорошее, а очень хорошее. Число, вот я родился 13 сентября, одно время меня это удручало, но потом я понял, что 13 это очень хороший день. Просто дьявол не хочет, что 13 число, некоторые боятся там селиться в отеле, говорят, нету 13 номера и так далее. И ответил ему Бог, я проведу перед тобою все благо мое и провозглашу перед тобою имя Бога, но помилую лишь того, кого решу помиловать и пожалею того, кого решу пожалеть. В оригинале здесь у нас говорится перед тобой, да, а в оригинале над тобой, над тобой. И здесь уже слава, употреблено не слово кого, а туф, туф. То есть, опять-таки, добро, благополучие, благоденствие, имущество, а также благость, доброта и благодать. Да, по слову туфа, обычно мы переводим как благодать. Итак, проведу над тобой свою благодать. И как оказался Моше? Он оказался покрыт этой благодатью, раз благодать была над ним, да, благодать не спала на него. И дальше Бог говорит, да, о своем имени. И опять употребляется тройственное имя Бога. Господь, ягве, суще, да, ягве, опять, второй раз, и эль, эль. Итак, ягве, ягве, эль. Три раза употребляется имя Божие, то есть, тройственное имя. И какие же качества Бога? Рахум, сострадательный, милосердный. Ханун, благое, благотворный, благотворительный. Дальше, долготерпеливый, эрих апаим с длинным носом. Вы знаете, что Буратиен был сделан по образу и подобию Бога. Бог, оказывается, с длинным еврейским носом. И иметь длинный нос, это, оказывается, быть долготерпеливым. Поэтому он долго за нос водил Израиля, да? Да. Поэтому длинным носом, это какой у нас четвертый, да? Да. Первое. Рахум, ханун, ареф. Да, а в ареф, это значит, длинный нос. Потом, тот, чья любовь и справедливость безмерны. Рав, хэсет, буквально, глава милости или взращивающий милос. Да? Хэсет, это милость, верность, преданность. Но также она имеет еще другие значения. Например, в Бытие 21-23 это слово противоставляется обману, вероломству, несправедливости. Вот. И слово хэсет встречается в Танахе 245 раз. Следующий атрибут Бога истины, эмет. эмет. Это м-основание, значит, надежный, твердый, постоянный, непреложный, верный, истинный. Следующий атрибут Бога. Нацер хэсет баэлафим. Помнящий добрые дела отцов для тысяч. Да? Нацер, значит, хранящий, берящий, берегущий, стерегущий, а также нецер, это ветвь. И ветвь мы знаем, что имя Машиэхе. И Машиэх откуда был? Из Нацер, из Назарета. Дальше. Носэ, авон, вэпэшэ, вэхэта. Мы говорили, носэ, это русское слово носить, поднимать, отсюда русское слово носить, ноша, а также содержать, прощать. То есть, прощающий, вот эту пэшу, авон, и хэта, но одновременно и слово носить. То есть, Бог не просто прощает и где-то оставляет, а что на себя берет и дальше все это несет. Авон, вы помните, мы говорили, да, это плотское желание, пэше, восстание, бунт, и хэта, это непроизвольный. Следующий атрибут Бога. Накэ, лонакэ, лонакэ, очищающий и неочищающий. Кого Бог очищает? А тот, кто кается, да, и кого не очищает? Тот, кто не кается. Дальше слово покат, покат, покеда, говорит Бог, ну, покеда, погодите. Это покат, наказывающий детей, на данном случае, посещающий, назначающий, быть посещенным, быть призванным, созданным, быть назначенным, то есть, определенный день, Бог приходит и припоминает третьему и четвертому поколению. Он их не наказывает. Итак, 13 атрибутов, прошу запомнить. Да, значит, он говорит о себе, что он Бог, да, Бог, и какой Бог? Да, могучий, милостивый, милосердный, долготерпеливый, дальше, тот, чья любовь безмерна, тот, чья справедливость безмерна, помнящий, дела для тысяч, прощающий грех, да, прощающий неприкорность, прощающий заблуждение, и последний, очищающий, раскаившегося. На этом мы сегодняшнее, а, нет, еще у нас урок, да, вот эту главу закончим, так? Еще у нас две маленькие главки на один урок, хорошим. Продолжение следует...